Начинаю курс диетологии в медицинском разделе канала. Но это долгий, планируется месяцев на 8, как не на год. Может быть даже и год продлится. Он, во-первых, идёт как дополнительный. То есть дополнительный у меня в план не входит, я их делаю, если время есть. Иногда нет. Кроме того, у меня дополнительные тоже разбиты, и получится вот это вот где-то 2-3 в неделю, я так думаю. Может быть летом будет больше времени, может быть летом больше по диетологии в Дарью, я не знаю. А темы очень такие подробные. И предполагается, что я их буду маленькими порциями, как обычно, потому что часовых лекций тоже тут не надо, тем более дополнительные. 20-30 минут, так вот планируется. По всей видимости, будет больше сотни клипов в курсе, судя по тому материалу, который обширен, конечно, в диетологии. То есть точно затянется, приготовьтесь, что это очень будет долго. Скорее всего, вся эта эпопея на весь следующий год, в декабре, начинается. Значит, особенности, очень много же диетологии на Ютубе, да. Особенности будут мои, то есть, во-первых, минимальная будет, так сказать, реклама. Не собираюсь же рекламировать какие-нибудь шоколадки, да, и улыбаться, так сказать, лживой улыбкой. Визуальность будет только та, которая нужна для, действительно, понимания материала, то есть, я не собираюсь тут, опять же, клоуном быть, так сказать. И, соответственно, научные источники. По теме диетологии очень много мистической болтовни. Как обычно, когда людей обманывают, им строят глазки. Я планирую основываться строго на научных источниках, без всякого строения глазков. То есть, как обычно на моем канале, приготовьте, чтобы будет много болтовни, но она будет содержательная. Что касается восточных диетических систем, а именно июрведа и китайская система. Я их тоже изучал, тем более, соответствующие языки, там, шаляй-валяй знаю, они будут, но отдельными курсами. Дело в том, что у июрведы и у китайской системы нет полноценных научных оснований в нашей современной научной системе западной. У них свои какие-то основания, которые нужно излагать отдельно. Вот по аюрведе немножко есть уже. В принципе, начинал периодически. И аюрведа рано или поздно будет полная. Опять же, по традиционным источникам тоже. В данном случае я тоже не собираюсь фантазировать. Там она уже есть, там видно, как я работаю. Я беру нормальный источник средневековый и по нему просто комментирую его. То есть, тексты подлинных источников будете знать. Тем же самым я собираюсь заниматься при изложении китайской системы. Тем более, китайский знаю лучше, чем санскрит. Китайский цигун немножко я начал. Китайский оздоровительный системы очень кратенько. Там даже какой-то комплекс изложил. До диеты не дошел. Но планирую я китайские оздоровительные системы тоже изучать. Они активно, между прочим, вот китайцы лучше сектантов индийских. Китайцы активно ищут любо научных обоснований. Либо перестраивают даже свои представления в соответствии с представлением современной науки. То есть, китайцы активно ищут синтеза с западным знанием, а индусы, по-моему, меньше. Тем более, аюрведой часто занимаются сектанты по типу кришнаитов, которые не настроены искать научных обоснований, либо искать синтеза с западной наукой. Китайцы лучше в этом плане, потому что в КНР такая политика проводится. Ну, в общем, это я о чем? Что это будет позже, и это будет тоже научно, но так научно, как это понимают в Китае. То есть, это будет с цитированием нормальных китайских источников, а не по книжке дяди Васи про цигун. В этом курсе будет западная научная доказательная диетология, также основанная в данном случае на западных источниках. Темы медицинские, и тут врать что-то от себя. Во-первых, я же ничего не продаю, мне и врать-то не надо, да? И я не заинтересован и не собираюсь. То есть, одна из моих мотиваций, то, что я сам лучше это все изучаю, когда излагаю все это, да? Разные оригинальные диетные системы тоже будут рассматриваться, но именно научно будут рассматриваться, без их рекламы. Их много разных диет, все знают, да, которые активно рекламируются, и новые возникают. Какой-то анализ будет, но с научных позиций. Что касается источников, которые я планирую использовать, кстати, можете и другие предлагать, можно пообсуждать. Что тут еще включить и так далее. А, нет, да, сначала про структуру надо поговорить перед источниками. Значит, общая структура курса из трех частей. То есть, первая часть будет общее положение. Вот это все там, белки, углеводы, витамины и тара-та-та. Сначала же надо изложить, да, общую концепцию. Вот сначала будут общее положение, и это довольно большая часть. Так что ожидайте, что никаких конкретных рекомендаций еще три месяца, наверное, не будет. Уже я буду сейчас всю эту нутрициологию излагать. То есть, как себе представляют в настоящее время процесс питания, состав этих всяких питательных веществ и так далее, состав продуктов. Это надо все равно понимать, потому что потом непонятны будут конкретные рекомендации, из чего они основаны. Если мы понимаем, на чем конкретные рекомендации, мы можем их модифицировать, исходя из своей ситуации, да, поэтому теорию надо себе представлять. Вторая часть будет, собственно, лечебная диетология с конкретными всевозможными рекомендациями. Максимально обширно я планирую слить три учебника, в которых самые разные и довольно подробные рекомендации. И, наконец, третья часть я планирую энциклопедию продуктов. То есть, там будут просто различные продукты рассматриваться с диетической позиции, ну и не только. То есть, будет, короче, такая вот история продуктов. Там будут клипы типа рис, гречка, яблоки и так далее. Я, допустим, клип яблоки и там все про яблоки, понятно, да? Но, в целом, это будет скорее с диетических позиций, то есть, зачем они нам нужны, а не просто так абстрактно. По типу, как история яблок тоже будет кратко, но главное будет диета в этом третьем разделе. Так, понятно, да? Вот, теперь источники. Самое лучшее, что я нашел, диетология Барановского из российских. Это врачи. То есть, написано для врачей, ведущими специалистами нашими, со степенями доктор, там, по-моему, наук медицинских. Содержат последние научные данные, это, в принципе, учебник для вузов. Поэтому я беру ее за основу первой части курса, когда буду описывать общее положение. В основном, я буду ориентироваться на Барановского. Как дополнительную, я беру вот эту книгу со многочисленными авторами научной основы здорового питания. Это тоже все медики, а не шаманы. Там изложены многие темы, которых нет у Барановского. Например, приготовление пищи там подробно, различные кухни с точки зрения диеты. Она была интересная книжка. И я подчеркиваю, что писали ее ученые. То есть, она медицинская. Это не дядя Вася Сыроед. Это рекомендации, которые, так сказать, обоснованы научной картиной мира. Дальше, конечно, нужен американский источник, а не только наши. Я беру вот эту, у меня неплохой ей есть. Ну, там, во-первых, американская точка зрения. Интересно сравнить, посмотреть. Плюс, у американцев обычно хорошие схемки, компактно излагающие информацию. Так что оттуда я тоже буду брать из штатовской книжки. На втором этапе, когда пойдет лечебное питание. Во всех трех книжках, которые я вот только что привел, лечебное питание тоже есть. Но есть еще хорошая книжка Гурвича Лещенко. Лечебное питание. И вот она в основном, я ее беру за основу на втором этапе. То есть лечебное питание в основном по этой книжке, потому что она подробнее. Но также я буду обращаться в три предыдущие книжки, если они дополняют, приводят другие мнения и так далее. Ну, кстати, разница между американскими представлениями нашими небольшая. Потому что научная картина мира в целом единая. Ну, можно будет сравнить кое-что. Ну, и, наконец, третья часть, то есть энциклопедия продуктов, пойдет по Википедии. И всяким доступным онлайн-энциклопедиям. Состав продуктов можно много где сейчас почитать. Или калорийность, там, и другие показатели. Ну, и, кроме того, энциклопедия продуктов, она будет учитывать вот эти всеобщие положения. То есть энциклопедия, я опять же говорю, не в отрыве будет, а в контексте всего курса. То есть вот эти источники, которые я бы оказал, они также немножко и для энциклопедии тоже пойдут. Потому что там тоже вот отдельные продукты характеризуются. Значит, это, видимо, вот декабрь и практически на весь год следующий. В контексте тут на канале будет ботаника в следующем году, потому что покрытосеменные дойду. Их много и почти весь год будут покрытосеменные. Но я думаю, что ботаника хорошо дополняет пролечебное питание. Потом там будет фитотерапия после ботаники. И фитотерапия тоже, в общем, где-то в этом же контексте. То есть там лечебные травы, они некоторые, в принципе, и продукты питания тоже. Значит, вышеперечисленные это именно источники, я подчеркиваю. То есть я не собираюсь нарушать авторские права. То есть я не буду просто читать какую-то книгу. Это к тому же и маразм, и книга не для Ютуба написана, понятно, да? Я буду что-то пересказывать, дополнять. Больше я эти книги использую как некую опору. Во-первых, чтобы не сбиться и совсем какой-то чуши не мести. Во-вторых, там какая-то есть последовательность сложения материала, там тоже Барановского такая логичная. И вот, допустим, я ее буду придерживаться. Я могу оттуда брать прямые цитаты, картинки. В таком случае будет ссылка, как положено. То есть я ни в коем случае каких-то авторских прав не собираюсь нарушать добросовестное использование источников, как обычно. Вот такие планы, в общем-то, примерно на год, но будет мало. Будет по 2-3 в неделю, сразу говорю. Ну и, в общем, если кто-то хочет, кто давно на канале, кто примерно в курсе этих дел, можно обсудить, какие вот еще идеи, может, какие-то другие источники или что-то еще хотите предложить, это пожалуйста.